28 студентов в этом году получили диплом об окончании Воронежской духовной семинарии. Выпускное торжество началось богослужением в главном храме Митрополии и продолжилось торжественным актом в зале собраний Благовещенского кафедрального собора. Божественная литургия прошла архиерейским чином. Митрополиту Воронежскому и Лискинскому Сергию сослужили преподаватели и студенты духовной школы в Священном Сане, духовенства собора, а песнопение исполнил смешанный хор Воронежской семинарии. За богослужением состоялась диаконская хератония, а после литургии совершили благодарственный молибен, по окончании которого в зале собраний Благовещенского кафедрального собора состоялся торжественный акт по случаю окончания учебного года Воронежской духовной семинарии. Возглавил его митрополит Воронежский и Лискинский сергий. Участников торжества поприветствовал ректор духовной школы. Священник Роман Ткачев поблагодарил архипастеря за заботу о семинарии, а выпускникам пожелал находить подлинную радость в служении, на которое призывает их Господь. В этом году дипломы об окончании Воронежской семинарии получили 28 человек. С наставлением к ним обратился митрополит Воронежский и Лискинский сергий, пожелавший выпускникам духовно совершенствоваться и стремиться жить по Евангелию. Вы не должны оставлять тех навыков, которые вы здесь получили. Вы должны постоянно развивать себя, свой ум, свое сердце, свою душу, чтобы быть добрыми пастырями. Пастырь – это тот, который заботится о своих овцах. И относитесь так же, как эта евангельская притча, прямое указание вам дано, какими вы должны быть пастырями, знающими народ Божий, и народ должен знать вас. Никто так не близок к народу, как священнослужитель. Доверие. Будет оно у вас, от вас зависит. Воспримет вас на приходе люди, от вас зависит. Если вы не будете внимательны к своей пасты, если вы не сумеете их сразу, вот они же разные, каждый из них носитель, так сказать, той или иной части истины Христовой, а другая часть составляет там и указ, и грехи, и всё, чем живёт мир. Вот вам нужно каждого понять, каждого полюбить. Даже тот, который отвергает и бытие Бога, и отвергает Церковь, и вас будет критиковать. Наберитесь терпения, с любовью относитесь к этим людям, и добрым примером, всегда добрым примером являйте эту истину Христовой. Владыка поблагодарил профессорско-преподавательский состав семинарии за труды на неве духовного образования и пожелал выпускникам Божьей помощи в будущем служении Церкви Христовой. И главное, что блюдите единство. Единство между собой, единство с епископом и единство с патриаром. Мы не знаем, что будет завтра, послезавтра и всё, но от единства Церкви зависит единство нашего народа. Если Церковь будет едина, если будет Церковь молитвенница, она скрепляет народ, это те духовные скрепы, которые, не бойтесь, что у нас меньше по численности, хотя официально у нас по всей России где-то больше 60-80%, у нас больше 80% ассоциируют себя с русской православной Церковью. А мы говорим, что мало ходят к нам народу, и всё равно верят, что Господь, который, так сказать, в общем-то живёт в каждом человеке, он заразил свои какие-то твой корень, и столько, когда нужно отвечать на вопросы, человек не может ответить, что он неведущий. Он пишет, что он принадлежит к русской православной Церкви. И это дорогого стоит. Поэтому у нас с вами надежды очень много. У нас перспективы замечательные. С нами Бог, и никто же над ним. Но будьте сами достойны, чтобы носить себе Бога. Вот этого я вам всем желаю. После архипастерского слова Владыка Сергий вручил выпускникам Воронежской духовной семинарии документы об окончании духовной школы и памятные подарки. Продолжило мероприятие выступление смешанного хора студентов под руководством выпускниц регенского отделения. В завершении на памяти знаменательном дне выпускники сделали общее фото.